Менее двух недель остается до Нового года. Атмосфера праздника уже чувствуется повсюду. Улицы городов преобразились, засияли проспекты и новогодние елки. Последние дни уходящего года, с одной стороны, время напряженное. Итоги подводят во всех сферах деятельности, определяют и цели на перспективу. А с другой – время, когда все мы с замиранием сердца ждем волшебной сказки. Эти дни наполнены особым чувством. Желанием дарить тепло и заботу не только близким, но и тем, кто в силу жизненных обстоятельств оказались вне семейного дома. Остались без родительской любви и ласки тем, кто так нуждается в нашем внимании. Для них, наших детей, а иначе и не назовешь, Новый год – время исполнения желаний. И кто, как невзрослые, в эти дни могут стать зимними волшебниками. И подарить праздник каждому малышу. Это в наших силах наполнить радостью детское сердце. Добрая традиция вот уже много лет объединяет тысячи неравнодушных белорусов. По инициативе президента и благодаря стараниям людей разных статусов и профессий, ни один ребенок даже в самом отдаленном уголке Беларуси не остается без внимания. Ежегодно лично поздравляет ребят глава государства. В преддверии Нового года праздник во Дворце Республики соберет более двух тысяч детей. О большом деле для маленьких белорусов Надежда Сербиненко. Подарить улыбку каждому ребенку. И в преддверии любимого детского праздника – Нового года – сделать это время по-настоящему волшебным. Задача для взрослых одновременно сложная и простая. Сегодня свою порцию заботы и внимания получили дети из разных регионов страны, в том числе маленькие пациенты, которым приходится преодолевать непростые жизненные испытания. Детский смех сегодня заполнил Речицкий дом-интернат. Целую машину со сладостями сюда доставил департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сейчас здесь в Речице живут, учатся и получают медицинскую помощь 116 детей. 80% – сироты. У всех, увы, есть сложности со здоровьем. Любая помощь и поддержка всегда кстати. Дети не должны быть обделены в чем-то. Они должны почувствовать заботу о себе. К сожалению, многие наши воспитанники не всегда могут ежедневно выходить в город, общаться с людьми. И когда эти люди приезжают к ним, оказывают им свое внимание, для них это, конечно, очень важно. Но когда они еще приезжают и с подарками, переоценить, конечно, это очень сложно. А в Минске Дед Мороз познакомил с космосом. Городская акция «Наши дети» прошла на новой локации впервые в планетарии. Полсотни детей отправились в космическое путешествие и узнали много нового о планетах и созвездиях. Маленькая минчанка Эвелина поделилась с нашей съемочной группой, какое необычное для ребенка желание она загадала на Новый год. Я мечтаю, чтобы все были счастливы на земле, и чтобы был мир, и чтобы наша земля развивалась. К марафону добрых дел присоединился и Белорусский детский фонд. Маленькие пациенты, РНПЦ, детская хирургия, конечно, обрадовались подарком и угощением. Сейчас в отделении 59 детей. Каждый год более 15 тысяч малышей, которые встречают зимние праздники в больничных палатах, получают подарки от Белорусского детского фонда. Его сотрудники уверены, это позволяет маленьким пациентам быстрее идти на поправку и не терять веру в чудеса. Для того, чтобы как-то немножко им создать домашнюю атмосферу, потому что ведь дети, они ждут волшебства. Мы и приезжаем к ним в больницы с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с персонажами сказочными. Весьма ответственную миссию на себя взяли студенты и преподаватели Педагогического университета имени Максима Танка. Специально для маленьких воспитанников дома-интерната поставили новогоднюю сказку. «Золушка» – это работа театральной студии при волонтерском клубе «Доброе сердце». Участие в спектакле приняли и сами воспитанники детского дома-интерната. В данном мероприятии мы открываем акцию «Наши дети» в нашем учреждении. На протяжении двух недель нас посетят много наших друзей. Вот на примере волонтеров Педагогического университета на протяжении всего года. Они активно участвуют в жизни нашего учреждения. Сегодня мы просто пришли в эту семью. Мы пришли с подарками, мы пришли с поздравлениями. В прошлом году они к нам приходили и выступали вместе с нашими студентами на сцене. На сцену сегодня вышли и артисты молодежного театра эстрады. Они готовятся к новому шоу. У этих юных вокалисток сейчас проходят последние репетиции перед ответственным выступлением. Новый год зажигает ёлки. Новый год ждали мы так долго. Расскажите, о чём ваш спектакль? Наш спектакль о новогодней академии. Там, где все наши ребята – это юные морозцы. И мы отдаём частичку себя, зрителям своим и всем, кто сидит там. Это волшебная сказка, рождественская. Там много песен. Уже 26 декабря в Белэкспо пройдёт премьера музыкального спектакля «Новогодняя академия». Зрителями будут участники акции «Наши дети». Шоу создавали на протяжении трёх месяцев. Специально сшили космические костюмы. Быстрее, быстрее крутись. Ну, вот у меня есть такая волшебная кнопочка, которая заводит этот механизм. Я думаю, это очень забавный герой в этой сказке, который придаёт юмор. Конечно, главное в эти праздничные дни не оставить без внимания тех, кто в этом нуждается особенно. Это воспитанники детских домов, приёмных, опекунских семей, дети с ограниченными возможностями. Подключиться к таким поздравлениям президент на днях призвал и бизнесменов. Впрочем, и для чиновников, и для предпринимателей совершать добрые дела в канун Нового года уже стало доброй традицией. Мы должны организовать, как в былые времена, чтобы ни один пенсионер, особенно ребёнок, не остался без внимания. Предновогодние ёлки, встречи, детские дома, инвалиды. Те, кто нуждается в помощи, мы должны прийти к людям, обратить к этому наших бизнесменов. Они всегда поддерживали такие праздники и всегда шли к людям. Надо помочь именно тем людям, которые нуждаются в помощи. Акция «Наши дети» продлится до 11 января. Торжества для лучших учащихся и студентов пройдут во Дворце независимости. Дети также посетят резиденцию Деда Мороза в Беловежской пуще. В регионах состоятся рождественские балы. Ребята встретятся со знаменитыми белорусами, артистами, спортсменами. А центральное событие акции – главная ёлка страны по Дворце Республики. В празднике примут участие более двух тысяч детей. Новогодняя сказка ждёт каждого. Надежда Сербиненко, Анна Ковалёва, Дарья Тарасова и Лидия Заблодская. Агентство теленовостей.